Урок математики для учащихся классов физико-математического профиля областного лицея имени Машерова – один из любимых предметов. Умеет разнообразить скучные теоремы, рассказать с долей шутки о числах и фигурах, настоящий знаток своего дела – преподаватель со стажем Виталий Карамзин. Уже долгое время он наставляет и обучает лицеистов не только математике. Для учащихся он очень близкий друг, который помогает в сложные минуты найти выход из каверзной ситуации, а если нужно – поддержать добрым словом. Виталий Павлович – один из самых наилучших учителей не только в Беларуси, но и, наверное, во всем мире. Он преподает математику даже лучше, чем написано в обычном учебнике для 11 класса. Среди лицеистов его методика называется «Математикой по Карамзину». Методика преподавания такого нелегкого предмета, как математика, за долгую профессиональную деятельность отработана, потому и действует без отказа. Она помогает хорошо усваивать материал и сохранять его в памяти долгое время, потому-то на профессиональном счету Виталия Карамзина не один победитель областных, республиканских и международных олимпиад. Виталий Павлович очень грамотный учитель, очень специфические методы преподавания и, как для олимпиадников, очень хорошо готовит, качественно, и можно добиться больших успехов при его помощи. Карамзин Виталий Павлович – один из лучших учителей нашего Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова. Таких учителей во всей республике, я не думаю, что очень много, это один из самых квалифицированных учителей нашей республики, и учиться у него – это честь и достоинство. Накануне Виталию Карамзину исполнилось 60. Как говорит сам Виталий Павлович, это лишь половина жизни. Он считает, что лучшая победа для человека – покорить самого себя. У Виталия Карамзина это отлично получается. Свою творческую фамилию он полностью оправдывает. Кроме того, что Виталий Павлович – отличный математик, ему удается находить время для музицирования и литературной деятельности. Он всегда поддержит, поможет, даст толчок для того, чтобы найти решение даже в самой сложной ситуации. Наверное, поэтому у него так много победителей и Олимпиад, и научно-практических конференций. Наверное, поэтому у него так много друзей. Наверное, поэтому все, кто его окружает, такие же творческие, активные, как и он сам. На юбилей к творческому педагогу приехали самые близкие люди – семья и ученики. Кто-то из них еще познает азы математического искусства в лицее, а кто-то ушел во взрослую жизнь и продолжает дело любимого педагога. И независимо от того, какую профессию выбрали для себя воспитанники, Виталий Павлович уверен, что главное – сформировать в них настоящих людей, разносторонних и уверенных в себе. Выпускники через призму лет поняли жизненную науку Виталия Павловича и благодарны наставнику за ценные опыты и знания, которые приобрели благодаря талантливому педагогу. Виталий Павлович родился в Саратове и приехал сюда в Беларусь и здесь учил нас. Выучил меня, и я тоже, меня зовут Виталий, а я уехал в Москву. То есть мы как бы поменялись местами двумя странами. Для меня быть здесь – это в первую очередь отдать дань уважения человеку, который посвятил нам свою жизнь. Уважаемый Виталий Павлович, я поздравляю вас с вашим юбилеем, желаю крепкого здоровья, творческих успехов и хороших учеников. Я был не очень, конечно, родивым, но потихоньку я нагнал это дело, и вы в курсе этого всего. Звание «Человек года-2010» Виталий Карамзин оправдывает полностью. Его жизнь – это то, чем занимается педагог, причем не только в учебное время. Ближе к 60 хотел было уйти на пенсию, но понял, что 60 – лишь часть жизненного пути, а впереди новые победы и новые вершины. Во-первых, горжусь тем, что сумел определить, что это половина. Потому что половики вещей, честно говоря, подумал о прекращении деятельности рабочей как-то, но это было давно, где-то полгода назад. А потом понял, что сил полно, чем еще не поработать. Талант – это вера в себя, в свою силу. Потому его высшая задача – своим примером дать людям понять смысл и цену жизни. В предназначении своей жизни Виталий Карамзин осознал, потому с уверенностью говорит «Мои года – мое богатство». Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы.